Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и под моими видео, там где я премиализировал такие машины как Яга и Бабаха, мне писали вопросы по типу А зачем ты это делаешь? Это абсолютно невыгодно. Ребят, скажу откровенно, я это делаю, потому что я могу это сделать. Именно поэтому сегодня у нас на очереди Т57 Хэви в статусе премиумной машины. Десятки в нашей игре премиализировать можно только на время, на постоянку премиализировать не получается, поэтому делаем Хэвика премиумным за 2300, премиализируем данную машину и заезжаем в бой. Для тех, кто вдруг по какой-то причине не знает, что такое Т57 Хэви, то это обалденная машина и несмотря на то, что ее типа понерфили, увеличили ей время перезарядки магазина и что-то там еще изменили и многие у себя на ютуб каналах плевались и говорили Хэви похоронили. Его больше нет. Ребята, он как был, так и есть. Просто перезаряжаетесь на секунду с копейками дольше. Вот и все. Время перезарядки снаряда внутри магазина 2,5 секунды, 3 снаряда. Каждый из них наносит в среднем по 400 единиц урона, что суммарно дает 1200 единиц с одного барабана. Что это такое? Сейчас попытаюсь объяснить свою позицию, почему я считаю, что Т57 Хэви, ну гораздо лучше, нежели допустим Т77 премиумная машина на восьмом уровне. Дело в том, что он наносит 1200 единиц с барабана, суммарно он сам весит 2400. О чем это говорит? Это говорит о том, что на Т57 Хэви с одного барабана вы сносите половину морды такому же игроку, как вы, на Т57 Хэви. Именно поэтому Т57 Хэви, ну, наверное, один из лучших барабанных танков в нашей игре. Ну что, друзья, берем Хэвика уже в премиумном статусе и погнали тестить. Ну что, друзья, давайте будем начинать. Йоха решил поехать через верх самостоятельно на линии тяжелых танков ехать у меня вообще никакого желания нет. Поэтому поеду, составлю Йоху компанию. Ну и хотелось бы сразу обозначить, что в отношении целесообразности премиализации машин проходных я уже давно для себя сделал выводы и понимаю, что это не стоит того. То есть вы не получаете нормально годно фармящую машину, если премиализируете себе какую-нибудь проходную. Почему я делаю это? Ну, как я уже сказал, во-первых, потому что я могу это сделать, а во-вторых, потому что я продолжаю надеяться на то, что, а вдруг, где-то все-таки там вот среди сотен проходных машин есть какая-то тачка, которая действительно будет фармить, если из нее сделать прем. Что касается экономической целесообразности и вообще процесса премиализации проходных машин как явления в нашей игре и экономического процесса в нашей игре, то хочется отметить, что разработчики давно забыли об этом процессе. Вспоминают они об этом только тогда, когда в честь какого-то праздника делают стандартные скидки, да, там 50% на премиумные машины одного уровня, те, которые стоят в ветках исследования, 25% на другие и так далее, да, там скидки на обучение экипажа и подобные вещи. Короче говоря, забыли о премиализации и только вот в такие вот дни выставляют премиализацию со скидкой, пускай даже в 50%, что в целом все равно не вызывает абсолютно никакого интереса у игроков. И это в принципе объяснимо и понятно, потому что если ты премиализируешь машину, то ты хочешь, чтобы она тебе взамен что-то давала. Разработчикам, мне кажется, давно необходимо уже пересмотреть вопросы ценника по премиализации, потому что в таком формате, ну, навряд ли это кого-то будет заинтересовывать, ну и навряд ли будут какие-то толпы желающих сделать из проходной какой-то машины, пускай даже горячо любимой, себе премиумную тачку. Я попытался сделать, допустим, премиумную машину из КВ-2 и не могу сказать, что она начала фармить, ну, объективно. Хотя, по большому счету, машина, имеющая хороший разовый урон и способная вывозить за бой достаточное количество серебра в виде КВ-2, могла бы заинтересовать, особенно новичков, у которых недостаточно голды для того, чтобы купить себе годную премиумную тачку. Но при этом они из того же самого КВ-2 могли бы себе нормальный годный прем сотворить самостоятельно. В общем, думаю, что разработчикам стоило бы все-таки подумать над тем, чтобы немножечко снизить ценник и при этом не только снизить ценник, но еще и поднять процент доходности у машин после того, как их сделают премиумными. Не смог, к сожалению, в бою реализовать нормально Хэвика, не отстрелял нужных мне хотя бы три барабана для того, чтобы получить нормальный, нормальный настрел за бой, но попытаюсь набить тот максимум, который получится. Все-таки Хэвик классная машина, интересная и единственное, чего она требует от игрока, это понимание того, что раз в три совершенных выстрела необходимо уходить на КД в 22 секунды и где-то это время просто переждать или за это время куда-то перекатиться. Уверен, что я не являюсь крутым лидером в данном бою в отношении количества нанесенного урона, но в стиле своего канала не собираюсь ничего вырезать, не собираюсь убирать этот бой. Во-первых, я не стыжусь своих результатов, а во-вторых, я считаю, что все должно быть честно. Если я вам показываю машины такими, какие они есть на самом деле, то будет абсолютно неправильным что-либо выбрасывать из обзоров. Ребята, я не знаю, можно ли считать прям крутым результатом 3300 единиц урона, но я считаю, что этот результат в принципе нормальный, не идеальный, но и не совсем какой-то хреновый. Два фрага, 3300 нанесенного урона, ну а что касается наших результатов по фарму, то они, ребята, находятся в глубоком желании получать больше. 17000 с учетом прем-аккаунта и 5000 без него с учетом пополнения снаряжения, амуниции, но я бы сказал, это не то, что не фармер, это вообще просто 2300 голды на 14 дней, выброшенных куда-нибудь в помойку. Лидирующее место с несущественным отрывом от союзника, который занял второе место на Хори и 121б. Круто, классно, тоже отыграл, сделал два фрага и сделал в пределах 121б вполне себе приемлемый результат по количеству нанесенного урона. Сейчас похвалим наших соперников, они достойны этого, ребята хорошо играли, мне было приятно находиться с ними в одном бою. Вот такой вот он премиумный Т57 Хэви, не оправдал абсолютно ожиданий в отношении фарма, ну а что касается остановлюсь ли я на этом, думаю, что нет. И одной из машин, которые будут премиализироваться в ближайшее время, будет скорее всего Маус. Уж больно мне интересно посмотреть, что он собой будет представлять в виде золотой машины в нашей игре. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам буду благодарен, если лайкните данное видео и подпишитесь на канал. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.